Такая милая, спокойненькая музычка играет на фоне, она скрывает такой лютый пиздец, просто внутри этой игры по выживанию, что просто... Аааа! Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад. Ну что ж, ребята, собственно, пытка номер два, потому что первая у нас прям-таки комом вышла, ибо мы погибли в первый день выживания, потому что... Ну это было слишком хардкорно, мы начали ночью, ничего не видно, просто на ощупь я, ребята, нашёл маяк, там как-то там выжил, просрал пару часов. Сразу вот этот, пошли проблемы со сном, пошли проблемы с едой, водой, спичками, потом начались проблемы с волками, сука, с медведями. И в конце концов, я откопал какую-то сраную посудину, в которой я умер от того, что не смог поспать. Ну это просто жесть, умереть от недосыпа, это... Я тебе, ребята, буду знать, в этой игре лучше не бегать, потому что тратить слишком много энергии, а здесь энергия прям на вес золота. То есть, ты можешь хотеть пить, ты можешь хотеть есть, что-нибудь там ещё, но, сука, если ты не поспал, всё, пиши, пропало. Так, ладно, новая игра. Ребят, нам, короче, получается так, что если ты умираешь, то ты умираешь, то есть нет попытки номер два, то есть если сдох, то ты сдох. Незваный гость, да, мне очень понравилось, я прожил ровно вот полторы сутки. Это потому что я нашёл уже всё, что было нужно, то есть нашёл там маяк, нашёл строение, уже всё, пошло, поехало, поплыло. Буквально одна микроошибка, я не поспал нормально, я не поспал нормально и сдох от недосыпа, но это... Ааа, мужчина, женщина, мужчина. А давайте вот раз стартанем за женщиной, ребят, не знаю, почему мне так захотелось, просто возьмём какую-нибудь женщину, вот, всё. Так, название, название, собственно, у нас в прошлый раз была борода в снегу, а теперь у нас будет, не знаю, усики, усики в снежочке. Снежочки, вот так вот, всё, поехали. Ой, ой, как хорошо, мы начали днём, ребята, что у нас там, собственно, по температуре, по вещам, у нас опять всё поломано, в этот раз, по-моему, даже ещё хуже дело. Правда, нам дали худи, нам дали кроссовочки новые, слушайте, ну, походу, женщин-то щадят, это точно женщины, это больше похоже на подростка какого-то 15-летнего. Что это за хрень, типа, ну, где вот эти вот принадлежности, там, красивое лицо, ладно. Так, что у нас там по температуре? Минус 9, прошлый старт был минус 36, кстати, там уже, этот, ночь-то надвигается, мы стартнули не совсем с утра, у нас уже намокает шмотка, поэтому надо сейчас разбираться, где мы, что мы, почему, просто поехали. Главное помнить, бегать нельзя. Только вот вообще в экстренном случае нужно бежать, потому что, если ты бежишь, то твои силы просто улетают. Так, ну, я слышу там фонтанишка херача, слушайте, надо найти какую-нибудь крайнюю точку. Я примерно начинаю догадываться, где я сейчас нахожусь, но примерно надо все это дело подтвердить. Если это так... Это очень, это очень похоже на мои догадки, погодите. Так, надо сейчас идти прямо, подниматься на правую сторону, там с той стороны должна быть разгрузочная база. То есть, это мы вроде как находимся сейчас возле топе, ребят, если не ошибаюсь, а вот туда, с ту сторону этого, собственно говоря, водопада у нас топь начинается, на которой, кстати говоря, есть потрясающая ферма какого-то там парня, я не помню, кого звали, но на ней есть горн и молоток для того, чтобы делать всякие предметы из металла. Ну, это такое, на будущее, если, конечно, я не ошибаюсь. Так, стоп, 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 это же озеро! Куда я пошел-то? Разбежался. Очень холодно, разведи огонь, да посильнее. Да подожди, мать, не жалуйся, а тут, видишь, нашли Тимофеевку. Тимофеевка, это просто лишнее 100 калорий с каждой стебелька, и это просто круто. Халявная хавка. Блин, она таким голосом говорит, что нереально хочется согреть ее, как бы, ну, я не знаю. Зря я, походу, взял девушку, как-то это не по-человечески было. Сейчас, я надеюсь, что я очень прав, потому что, если я очень прав, то в конце своего пути мы найдем, ребята, себе просто потрясающую станцию с кучей ресурсов, там поднимемся просто вверх, да, потом вернемся обратно, собственно, к этому горну, провернем все свои дела на стороне топи, и потом туда выйдем, собственно, к дому этого, господи, лесника, которого звали, как же его звали-то, Джейми, Джуни, ну, который в шубе был медведя. А там-то вообще ресурсов очень много, я там, в принципе, все знаю, как свои пять пальцев. Хотя их всего четыре, но ладно, неважно. Еще еду вижу, слишком много еды. Камушки, я брать не хочу, на самом деле, я в них не вижу какого-то смысла, прям, совершенно особенного, потому что... Ну, то есть, если бы камни могли убить хотя бы одного волка, было бы неплохо, но камни не могут убить одного волка, камни могут убить только кролика. А кролика без ножа просто не разделаешь. Блин, здесь столько еды, что... я не знаю. Вот какая-то странь растет сквозь вот такой слой льда, я просто не понял, сука, там лед сантиметров, наверное, 25. Тут, в принципе, можно допускать танковую колонну, она просто проедет налегке. И каким образом все это дело держится? Типа, растет из-под земли, точнее, ну да, из-под земли, она прорастает в воду, вот как бы в ней растет, и, в конце концов, еще каким-то образом выпендюривается на поверхности, я просто в шоке. Ну, кстати, возможно, снизу была машина, но я не хочу к ней идти. Она сейчас подняться именно со стороны моста, бляха, как бы так выйти? Сейчас заплутаю и просто и умру. Здесь, кстати, разочито от ветра. Неплохая такая ложбинька получилась. А ну, чисто по-быстрому, сколько тут в одной такой калории? 150! Так, с едой вопрос решили просто. Будем, как хомяки, питаться всякой херней. Ох, 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 так, стоп. Но это вроде бы не она еще, или нет, стоп, или она, она должна быть левее. Так, это у нас что-то непонятное, подождите. Чего-то надо так выйти, чтобы не разбиться. Там, сука, что, волчара, что ли, блядь? Пошел в задницу. Там даже два волка? Какая-то хибара, эта хибара разрушена, ребят, что-то неясно, подождите. Я ждал такую штуку, как, собственно говоря, разгрузочная база. Там очень много ресурсов и... Риск переохлаждения. Блядь, она так переигрывает, типа... А-а-а! Просто very, very cold. Терпи. Чё-чё холодно? Чё по температуре? Минус 10. Ты шо, шутишь, мать? У меня прошлый парень просто минус 36 было, он там охеревал. Яички замерзли так сильно, что просто, я не знаю. Они звенели. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Сейчас, в принципе, нормально, жить можно. Так, что у нас здесь за такое потрясающее помещение и куда мы вообще идем? Просто вопрос на миллиард. Так, камни, камни, камни. О! Молодой человек не дошел, собственно говоря, до базы разгрузочной. Контейнер, всё пустое. Да шиши как нелюди, это всё пустое. Так, перо ворона. Ну, блин. Конечно, лук тема хорошая, но... Чё-то мне кажется, до неё ещё далековато. Ладно, пойду дальше. Это чё, локальное озеро, что ли? Ну, мне кажется, ребята, что это дерево обнаглело. Оно, собственно говоря, само для себя сделало... Пояло. Палочка. Хотя пока, наверное, нет смысла собирать, потому что... Нету спичек, огнивая прочая вещь. Кстати, спички это просто дефицит такой, что я охерел в прошлый раз. Одну пачку нашёл, там 12 спичек были. Я думал просто, не знаю, поймаю, не знаю, нотку оргазма от этих спичек, потому что это просто пиздец какой-то был. Температура в нулях, чё у нас там в плане заморозки? Ну, пока ещё в самом низу. Ещё долго замерзать нам до полной болезни. Кстати, полная болезнь это, конечно, мрак просто. Сразу кусок жизни отлетает, причём эта херня лечится. То есть, пишется, что, типа, всё, до конца игры, типа, ты от себя чё-то отморозил. У меня в прошлый раз было очень плохо, я себе отморозил голову, и это был, конечно, пиздец. Типа, знаете, конкретная проблема. Блин, так и хочется сейчас побежать куда-нибудь, но нельзя бегать. Просто нельзя. Только в ситуации, когда там волк или чё-нибудь типа такого. Блин, мне кажется, я всё куда-то глубже и глубже и какую-то чаще захожу. Хотя я, по идее, должен... Нет, 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 вот чё-то есть справа. Чё-то большое. А там ещё маленькие волки ходят. Раз, два, три. Вы чё, уроды? Здесь, кстати, какие-то поля такие прям высаженные. Я не знаю, что это за место. Я на другое рассчитывал. Походу, надо было идти в обратную сторону. Но будем знать, короче. Но там просто с другой стороны волки были. Да, здесь что-то... А-а-а, это который, походу, второй дом. Как же он назывался-то? Дом охотника, что ли? Он же в натуре был в глубине всей этой херни. Так, тихо, только не разбейся. Усадьба Отрадной долины. Ага, Отрадная долина. Слушайте, нет, походу, я не в тех местах, где я думал. Но, в принципе, насрать. Я нашёл что-то очень важное и что-то хорошее. Ммм, да нет, 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 нет. Вроде бы это то место, где мы... Я тут бывал уже. Да, я просто пошёл на ту сторону. Дикая кухня. Сборник советов по кулинарии в диких условиях. Заебись. Женщина без умения готовить еду, это, ребята, не женщина. Это не сексизм, не феминизм. Просто так исторически сложилось, что девушки должны уметь вкусно готовить. Как говорится, парни ходили в крестовые походы, а девушки готовили еду. Ночью особо не видно, на самом деле. Это печально. Конечно, пока ещё не ночь, но... Ткань. Ткань это вообще круто. Так, обычная книга для растопки. Ящик, стул, ящик. Что у нас здесь? Подушки всякие, ещё стулья. Есть камин, да, но... Классно. Есть, кстати, древесный уголь. Сейчас можно выйти и будет зарисовать эту тему. Так сказать, для общего развития. Сейчас, наверное, этим и займёмся. Просто на пять секунд. Блин, тут ещё, кстати, на самом деле светло, а в хате нихера не видно. Не согреюсь, умр. Да что ты ноешь-то? Оп! Отлично. Садим на дом, ребята, нарисовали. Так, карту потихонечку открываем. Кстати, заимели себе три угля, поэтому, в принципе, ещё какую-то точку найдём. Порную тоже разрисуем я, чтобы быть, скажем так, в курсе. Блин, ну как-то плоховастенько видно. Прям вообще не очень. Там вот что-то есть. Мне кажется, да, походу? У меня паранойя. Столы... Блин, нужна спичка, что ли? Я, конечно, знаю, что палить спички на просвет будет не очень. Обыскать шкафчик. Надо сейчас по-быстрому здесь поращеголяться. Там ещё есть дома. Потом сюда ещё вернёмся, наверное, тут поспим. Потому что ночь уже наступает. Ну, это просто де-факто, да? То есть ночь уже наступает или... Да, ночь наступает. Надо поспать так будет вымеренно, чтобы прямо вот под утро встать и прямо вот аккуратнее, какой-нибудь потом двигаться. Блин, ну тут, конечно, тут... Кстати, а дом-то тёплый. Прям без кровати мы идём... Ох, ёлки-палки! Женская сборная по самбо, да? Если сборная... Это Канада, Канада, ребята. Понятно, за кого мы играем. Что по температуре? 3 градуса, ребята, здесь, собственно говоря, в самом доме. Это круто. То есть если будет ещё какая-то кровать тёплая, то там плюс 5 градусов, это будет 8. Типа вообще согреюсь налегке. Ящик, занавеска. Можно разорвать за 15 минут. В принципе, наверное, можно. Печь. Печи. Древесный уголь. Забрать. Теперь у нас их 4. Так, записка. Заберём. Набор для шитья. Это круто. Блин, конечно, вот, скажем так, условия обзора падают, когда я именно хожу вот так вот ночью. Ну, не особо видно. В холодильнике. Давайте какие-нибудь сардины. Угу, блядь. Фермерский домик. Так, что у нас здесь? Блин, какие-то полуложки лежат. Я хочу постоянно подобрать и... Не знаю почему. Аптечка. Кстати, в прошлый раз меня аптечка сгубила. Собака. Я случайно заюзал эту грёбаную срань, которая называется адреналин. И после неё спать хотелось по-жуткому. Не выспался, а умер. Чтоб я её ещё раз заиспользовал. Стуалет! Стоп! Туалет это же... О-о-о-о! О-о-о! Мой гэп! Ребята, туалет это же сразу очищенная питьевая вода. Без всякой растопки и херни. Оп. Всё. Всё, ребят, это победное просто. Я чувствую, мы... Наверное, не знаю. Пару недель точно продержимся. В таких-то условиях. Просто лёгких. Шкафчики. Блин, я слишком долго осматриваюсь. Нас там ещё на улице ждёт парочек домов. Сейчас надо сразу наметить именно место для сна. Ну, в принципе, надо сразу где спать, потому что тут везде тепло. Это... Это архи круто. Что, дом 3 градуса? Это просто спортивный жилет! Тихо! Это вообще ништяк! Так, это... А, это прям верхняя одежда! Да ладно! Да ладно вам! Нихера себе! Это, конечно, да! Подушечка. Ладно, пока не нужно. Я, наверное, потом ещё раз здесь по домам пройду, если в любом случае. Потому что оно не видно, ни черта просто. Просто... Вот сейчас так, на ощупь. Металлическая лампа. А, это не то. Это не та, которая мне нужна была. Я уж обрадовался. Выдвижной ящик. Что в нём? В нём одно большое нихуа. Нихуа, ребята. Это город такой в провинции Чаньвань. Который только что придумал. О! Просто, реально, тебе вылечилось само прихождение, ребят. Просто от того, что я ходил на месте. Это я понимаю. Вот это, конечно, вот этот дом. Просто красавчик, кто-то её построил. Шкаф. Шкафу нихера лики. Аптечка. Блин, пока что вообще... Ну, просто пустые места. То есть, открывай, нихера нету. Такая задница. Там вроде были ещё подъёмы, спуски вниз, вверх. Но чувствую, в подвале вообще нихера не видно будет. А наверху... Ну, давайте поднимемся. Кубики. Просто хоть... Я не знаю. Вот хоть бери, глаза все выкалывай. По-моему, ничего не изменится на самом деле. То есть, нихера не видно. Что это лежит? Это труп чей-то или что это? Понять не могу. Ящичек. Отлично. Просто пустые контейнеры. Кубики. Почему они уже собираются в свой кубик, я не понимаю. Вдруг у нас мозг замёрзнет. Нам придётся вспоминать о развитии, скажем так. Нам придётся собирать кубики для того, чтобы мозговая активность наша вернулась в норму. По-моему, это, в принципе, офигенный эффект. Я уже вижу эту спальную кровать. Это просто пиздец. Я буду спать, как королева. Просто золушка. Я здесь не выживаю, а так, знаете, балуюсь. Антибиотики. Да ты гонишь. Теперь ещё и можно жрать всякую гадость. Слушайте. Вообще можно не бояться. Так, здесь у нас вообще ничего нету. Занавески. Так и хочется их всех порвать. Ой. Чё по температуре? Плюс семь. К тому, что есть. Там уж что-то ночь наступила. Не знаю, есть ещё смысл выходить на улицу. Ну, пойдёмте по-быстрому сейчас посмотрим те другие помещения. Потом посмотрим здесь всё оставшееся, на самом деле. Мне кажется, здесь ещё очень много комнат, но... Я просто половину объектов, ребят, сейчас не вижу. Ну, просто не вижу. Ага, ну здесь да. Понятно. Здесь наступила прям конкретная ночь, поэтому... Ясно. Нет, пошли спать сразу. Смысл во всех этих поисках просто потерялся, потому что... Ну, вообще наступила тьма тьмущая. Наступила именно ночь. Так, кровать, кстати. А тут какая температура... А тут плюс пять. Хер ли там? Нет, я пойду в двухспалочку растопленную-то. Ишь, чё вы думали? О, плюс семь, блядь. Прям такой бодрый сом на... Сом. Сом, блядь. Вот, сука, лещ. На часика восемь. Уехали. Вы проснулись полностью отдохнув. А-а-а. А-а-а. Нельзя спать, типа, больше нормы. Я думал, сейчас до утра. Ничего ж не видно. Ничего не изменилось. Ладно, тогда, ребята, продолжаем поиски в этом потрясающем невидимом мире. Ну, это, конечно, печально. Я думал, сейчас посплю там, ну... Пожалуйста, сука, люстра, заработай. Почему ты не работаешь? Ещё туалет. Ещё могу набрать. Да набирай всё, что есть. Со всех туалетов. Вода — это жизнь, запомни. Можно жить без еды, но без воды просто... Ну, это нереально. Так, нихера. Полотенце. Блин, это, конечно, всё можно разрывать, типа, на самом деле. Сколько вам по времени? Десять минут. Ломай. Я, кстати, уже пить хочу, но пить это херня. То есть у нас есть чем запивать. Прям в большом количестве. Сколько там литров? В три с половой. Водяной магнат, ребята. Заодно потихонечку пока время проходит. Пока мы ломаем тут всякие вещи. Занавески рвём, проще херню. Кстати, можно занавеску порвать. Не особо, кстати, даже сил тратить на всё это дело. Знаете, ну, у нас очень-очень большая, крупная девушка. Она такие вещи просто разрывает. Ну, не знаю. Мне кажется, она на мужиках трусы рвала просто зубами. Занавеску. Ну, в принципе, можно и занавеску. Чем больше, тем лучше, наверное. Хотя, здесь такая ситуация, что если у тебя грознул волк, мне кажется, ты просто умираешь. Тебе не понадобится эта херня. Ну, посмотрим. Так, ящики. Ящики пустые. Вот ящики пустые, все это прям раздражает. Ну, хоть что-то, хоть какая-то мелочь. Ну, пожалуйста, ну... Что за... За что так жёстко-то? Кровати. Блин, ну, нихера не нашёл. Огромный дом я нихера не нашёл. То есть, кроме набора для шитья и... Порванных занавесок. Я не знаю, как это вообще, конечно, описать. Я многое, наверное, профукал. Ну, а как здесь что-то найдёшь-то? Просто, сука, вопрос на миллиард. Здесь подвал есть? Нету? Или я ошибся? Ещё какая-то комната. Ещё туалет! А, я тут уже забрал воду. Я уже думал, типа, третий туалет на хату. Думаю, нихера себе вы, ссыкуны. Вообще ничего не видно. Я не знаю. Может, по кругу просто побегать, типа, подождать утра. Хоть какого-то утра. Я просто не представляю. Чё, реально не хочешь спать вообще? Ну, сука, чё у нас там по времени? Ну, просто сейчас наступила именно глобальная ночь. Я не знаю. Ну, давайте тогда порвём все занавески, которые здесь есть. Просто вот, сука, занавески. Бойтесь. Занавеска, да? Готовь жопу. Ты занавеска, а? Занавеска? Тебя больше нет. Просто рипнулась. Я заберу каждую из вас. Каждую. Даже если меня касатка укусит, я смогу, ребят, собственно, укутаться в этих всех потрясающих бинтах и не умереть. Пить захотелось. Вообще не вопрос. Просто решаю на раз, два, три, четыре, пять. Изи. Не почувствовал. Так. А, кстати, можем пока заняться прочтением книги. Чё это я туплю? Ну, сука, конечно, блядь. Да в пять часов. Уехали, читай. Слишком темно, чтобы читать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин. Хотелось хитрить. Думал, сейчас вот пять часиков. Ну, чё ты? Ну, напряги глазки. Это всё шутки. Мама тебя обманывала, что если читать ночью, то можно ослепнуть. Конечно, в принципе, глаза можно убить в хлам, но не ослепнуть. Зеркальце. Я не знаю, чем заниматься в таких случаях. Правда. Я уже устал. Я бы ещё поспал. Хлам, сука, всякий, валяется. Кто здесь жил-то? Ещё занавески есть? Занавеска. Ну, потихонечку, потихонечку, ребят, время сдвигается. Так, по писечке. Кстати, мы уже жрать захотели, но у нас там Тимофеевки на полторы тысячи калорий, поэтому вообще похеру. Не чувствую. Так, я могу сейчас сразу сделать... А, стоп, набор для шитьяш у меня есть. А, он, по-моему, тоже, типа, работает по системе ночью нельзя. Блин, столько всего можно было переделать, если бы сейчас был бы день. Это жопа сгорит у меня, ребят, на самом деле. Я не представляю. Типа, ну какого хера? Почему так свет нас сковывает? Тима, это плохо. Так, а жрать-то мы можем хоть? Ну, хоть жрать-то можем. Еще ешь. Хотя у нас там не так уж много стебелей этих, но хватит на самом деле. Двадцать девять! Занавесок! Я могу сделать повязку? О, ну хоть чё-то могу в ночах порвать сраную занавеску. Давайте еще поспим, сколько можем, я не знаю. Вы проснулись полностью, отдохнув. Я уже вижу там проблески этого солнышка. Давайте подождем до утра. Давай, давай, солнышко, выходи, где тут окна. Солнце, солнце, я хочу солнца. Да, слушайте, наконец-то, когда-то стало светло, это хорошо. Хотя в доме пока что с тех пор темно, и типа там не заработать. А нужно работать именно внутри дома, потому что... Ну, потому что будет тратиться очень много у нас энергии на теплоту. Поэтому, наверное, подождем сейчас полного рассвета, пока сходим вот в ту хибитку. Посмотрим, что в ней. А, вот он, заход в погреб. Ясненько, понятненько. Я стойко насобирал занавесок, что обосраться. То есть ни одна не выжила, всех казнил. Теперь у нас здесь просто, не знаю, куча элементов для починки своего шмота. Это на самом деле круто, только честно понял, что мы сейчас сможем себя, ребята, полностью починить. То есть полностью вообще. От и до, все свои куртки, все восстановлю. По температуре это даст жесткий баланс. Очень жесткий баланс. Поэтому я рад, счастлив и все заебись. Блин, я начал бегать. Нельзя, 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 нельзя. Пока мы не найдем, собственно, нормального шиповника, чтобы прямо экстренно хорошо спать, бегать просто нельзя. Я вот не понял. Внутри хаты этой, может быть, там забаррикадированы окна, потому что на улице прямо уже светло. Не чувствую рук, бляха. На самом деле у меня... Опа, капот. Опачки, не упусти цель. Подробное руководство по охоте с луком. У-у-у-у. Хорошая штука. У меня очень быстро слетает температура, буквально за пару секунд. То есть я, в принципе, всю ночь пробовал в этой сраной хибаре. И я ни хера, собственно говоря, не готов к этому холоду. Ага, закрытый багажник. Это прям бесит. Ткань еще одна куда ж больше-то. Так, ладно, что у нас там? Ну, у нас уже почти день, поэтому поехали обратно сейчас. Я больше даже особо объекта-то не вижу в округе. Вот это самое печальное. Температура слишком быстро улетает. Это прям пугает на самом деле. Сила стоит, не значит, что внутри у него. И можно ли туда зайти? Судя по всему, можно. Да, дверь есть. Опаньки. А ну-ка. Ага, хер там. Не зайти внутрь. Тщательно. Вдруг там какое-нибудь зерно. Опа, лось... Это что, лосяш? А это что у нас, шиповник? Чаечек. Нам, правда, нужно, по-моему, 24 плода. Блин, а я ж не смогу его никак, да, то есть разделать голыми руками. Вообще не, Ален. Я прав? Да, он промерз уже наполовину, поэтому нужен нож. А нож это плавильня, это... Ну, это очень много всего. Ладно, риск. Пошла сразу болезнь, бляха. Вышел на 10 минут на улицу. Все, бегу обратно. Давайте проверим погреб, что ли, сначала. О, здесь, кстати, нормально стало видно, а не плохо. Если уж погреби такие просветы, то, наверное, сейчас в доме все заебись. Металлолом, это хорошо, но... Тяжелый, зараза, и, собственно говоря, нужно найти сначала бутгорн. Прочие вещи. Молоток для того, чтобы сделать себе ножик. Ножик вообще очень нужен, иначе даже оленя не сможешь разделать. Или кролика, и пиздец. Придется пока что питаться только ребята этими, тимофеевками. А они тоже конечные, понимаете. Не вижу, не вижу ничего, шкафчики. Пока что вообще ни в одном ничего не было. То есть просто ничего, ни разу. Это прям, не знаю... В депрессию вкидывает меня прям по-жёсткому. Вот хотя бы какая-то мелочь, вот не знаю, засранная, что-нибудь... Вот, обез... Всё. Хотя бы это. В принципе, я уже доволен, что хоть что-то нашел в шкафчиках. Обезболивающее. Сойдёт. Я, конечно, могу и так и мхана собирать, но сойдёт. Поношная футболка. Так, а у нас что там по одежде? А, можем, можем, собственно... Да, ты подожди, подожди, не, подожди. Надо сейчас тогда снять... Носить худи сверху, а майка, собственно, снизу. Это логично, логично. Сейчас мы это всё дело, ребята, починим, и всё будет заебись. Так, в майке у нас было пусто, а в сушилке у нас была майка. Классно. Ничего не вижу. Стрельба. Мы столько книжек нашли, но, блин, где же столько времени взять-то? Там каждая книжка, это 5 часов. Просто, я не знаю. У меня столько не хватит еды. Высушенная... Ого! О, вот это сейчас я просто какой-то писечкой глаз, ребята, увидел, что высушенная кожа, это прям... Это, если что, кроссовки-то, может, вычинить будет. То есть, это прям сильно. Так, аптечка. Вон там, наверное, сейчас пусто. Я вылечил переслаждение, повязка. Да, я их столько понаделал, что... И мне уже не нужны. Мне нужна сейчас спичка. Верстак я открывал. На самом верстаке особо ничего не сделаешь. То есть, конечно... Можно, конечно, зайти, тут сейчас посмотреть. Могу, в принципе, из металлолома сейчас крючок себе, но... Нет. Нет, ловить рыбу, это 4 часа, это я замерзну. Мешок делается из шкуры черного медведя. А что он дает такого уникального, типа? Он очень теплый. А, ну там, походу, большой прирост по температуре. Блин, а почему нет ничего из... Ну, вы понимаете меня. Нужен тяжелый молот, в принципе, можно безгорно. Нужен просто тяжелый молот. Я примерно на заднем находится, но это просто сам факт, что это пиздец. Ткани, труты, фонарик. Я в шоке, я в шоке. Где я эти объекты вам возьму-то? Неясно вообще ни капельки. Ладно, пошли сейчас, наверное, наверх, в хату. Мы там много чего, скорее всего, не подобрали, поэтому сейчас перепроверим. Так, только не мерзни, не мерзни, я сказал. Открой дверь, да-да-да, закрой веранду, закрой. Блёха, дом просто огонь, типа, знаете, типичный американский дом. То есть такой внешне плотный вход, горизонтальный практически для бомбового бежища. Потом идёт веранда красивая. Ну, здесь мне нравится. Так, теперь здесь всё видно. Шкафчики я не обыскивал. Давайте обыщем шкафчики. Сразу вылечил риск переохлаждения. У нас сейчас по температуре должно всё быть просто круто. Три градуса? Ну, это сейчас я ещё ничего не чинил из... Ну, конечно, можно заняться этой хернёй, вернее, на самом деле. Да, вот сколько у нас сейчас куртка разъёбанная. На плюс два градуса всё тянет. Не-не, одень, одень действие. Могу починить её? А я новичок в починке. А-а-а, не удалось! Сейчас, походу, ребята, не всё так просто-то будет. Не удалось! Ух! Блядь, весело-то как! А, удалось третьего раза. Нормально, я понял. Я понял, ребята. То есть, с одного набора такого максимум, что я починю это, не знаю, по мелочи чинить. Я ещё жрать захотел. Мне там ещё оставались, конечно, стебли, но... Просто факт в том, что... Надо, походу, ещё за немецкий буду рвать. Но это, наверное, ночью буду делать. Факт в том, что... Не всё так круто, как я думал. Еды мало. Починка у нас не очень, потому что я ещё новичок. Так, ну тут нет ни хера. Это покинуть, это я всё обыскивал. Такие усиленные розетки, что просто обосраться можно. Чашечки, полочки. Вроде ничего. Так, полотенце могу порвать. Но мне пока не нужна ткань, на самом деле. У меня много её уже. Занавески ещё остались. Я запоминаю, в стадии будут занавески. Вода. Я забрала же всё, что было. У меня, кстати, не так много-то и осталось. Я пока ночь скоротал, полтора литра всосал. Какая-то, знаете, девушка такая пьющая. Ну, в хорошем смысле она просто пьёт воду. Что у нас здесь? Шкафы я всё вроде бы осматривала, да? То есть вот прям... Чё, я ничего не оставил, что ли? Я рассчитывал, что я с утреца прям зайду так. Чё-нибудь найду. А оно, походу, ни хера. Ничего прям сверхнового. Я, походу, всё собрал, ребята. Ай-яй-яй. Свет горит, всё красиво. Стульчики. Он что-нибудь снизу есть? Нет, ни хера. Блин. Ну, я вам так скажу. Этот дом, скорее всего, на двое суток не рассчитан. Ну, точнее, я не рассчитан на двое суток, потому что нет еды. Здесь просто я не смог найти для себя еды на вторые сутки. Так бы я здесь, конечно, посидел, помордовался с этим набором. Сколько он там ещё? Он целый ещё у нас? Да, он ещё на очень много заходов. Но у нас еды осталось два стебля, понимаете? Сейчас вот я ещё один съем, чтобы не совсем помирать. Остался один. Хавки просто ноль. Ну, окей. Я себе смогу заварить, наверное, чай. Классно. Это 100 калорий. Заебись. Чё ещё добавить? По-моему, это исчерпывающий ответ. Капец, такая плазма. Она просто за... Прикиньте, люди жили. У них тут двухспалка, все дела. Плазма стояла. Я в шоке. И тут нагрянул сраный холод. Это что такое? А, это просто вентиль от батареи. Нету нихера. Слушайте, я каким-то образом ночью... ...всё обработал. Я не знаю, как так вышло. Может, есть просто смысл прямо сейчас выдвигаться куда-то дальше? Чё-то искать? Что здесь нет ни хера из еды. Я здесь нашёл в этом доме просто всё, что мне было нужно, кроме еды. Всё пустое. Металлические всякие хернюшки. Так, пустой шкафчик. Снизу всякие тейблы валяются и прочие херни. Блин. Занавесок куча, да, согласен. Но, походу, это всё здесь, кстати, очень странно располагается. Весь второй этаж, я не знаю. Потеряться можно налегке. Так, вот какой-то заход был. Да, здесь всё тоже бывало уже, всё осмотрел. По телекам смотрел ящик. Осмотрел, 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 осмотрел. Ни одного батончика и вообще каких-то микропризнаков еды. Вот мисси-писичный хотя бы. Просто, прикиньте, нет ничего. Я в шоке. Так, ну чем сейчас можем заняться? Починкой своих вещей и потом... Я голодный, я в курсе. Нет шапки, пиздец. Давайте ещё раз пытаться. Слушайте, уже лучше! С первого захода! Так, а ну, сможем её сейчас полностью починить? Хорош, хорош. Просто молодец. Так, жилетка готова к битве. Худи. Не-не-не, одень, одень, одень. Ты чё, больная, что ли? Час времени уходит на починку Худи. Блин. Я надеюсь, ребят, я от голода не сдохну. Хотя, чё-то я, знаете, начинаю верить в то, что я, скорее всего, сдохну. Мне это не нравится. Надо просто двигаться дальше. Чинить вещи можно в любом, в принципе, месте. Чё он сейчас по температуре? Температура нашего тела 4 градуса. Блин, вообще ни хера не держит эта шмотка. Просто адовый пиздец. Хо-хо-хо, я понял. У нас, у нас нет вариантов. Мы сейчас либо чиним свои шмотки и... Ну, как-то, сука, терпим и не умираем. А-а-а-а... Собственно говоря... Грибы... Да, шиповника не хватает. Для создания... Именно чая. То есть, у нас просто нет еды. Я не знаю. Чиним вещи, пытаемся поспать и... После всего этого просто верим в то, что сможем куда-то добраться, где есть еда. Я больше вариков не вижу. Можно, конечно, книжки поизучать. Там всякая готовка, херёвка. Ну, это такое. Кстати, а буты починить-то сможем или нет? Да! Навык ремонтий новичок. Бляха, рискнуть или чё? Полтора часа уходит ремонт. Давайте рискнём. Давай! 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 Я верю в тебя! Я верю в тебя! Верю в тебя! О-о-о! Хорош! Хорош! Починили кроссы, ребят. Я хочу жрать. Да я в курсе, но у меня всё, еда кончилась. Попить могу дать, вообще без проблем. А вот поесть это проблема, да. А на улице метель, типа, вот просто бесшансовая. Футболка почти новая, худи новенькая, штаны просто в хлам раздолбанные. До сих пор день, если бы сейчас, в принципе, метель затихла, я бы, наверное, двинулся куда-нибудь. Но просто, сука, до сих пор метель. Хотя я уже спать хочу наполовину. Это пиздец. Термобельё готово. Блин, мне кажется, я умру, типа, от голода. Ну, ну... Е-е-е-е, просто, что там творится? Я в шоке. В одном маленьком странном домике Мы просто заперты, ребята Мы тут как в крепости Вы понимаете, что на улице творится что-то неумоверно адовое Тогда просто продолжаем чинить все, что у нас есть Для того, чтобы нам было в дальнейшем немножко получше При походах Я не знаю Терпи, мать У нас вроде жизни хорошие, но мы хотим жрать Я согласен Более, жизнь улетает просто очень быстро У нас много там было ткани Занавески Спасибо, что вы есть Пытаемся чинить все, что есть на максимум Уже почти ночь наступила Сейчас у нас силы, кстати, подобьются Мы нормально поспим Надеюсь, хотя бы какую-то часть ночи Мы просто сможем нормально поспать А, не целые с одного раза стали Ни хера себе Так, майка на самом деле не особо-то и целая была Силы улетают, когда ты голодный Просто вах, как Все, я максимально целый Тут вот эта шмотка у нас на 99 Термобелье Температура у нас даже сейчас 6 градусов Калорий просто ноль в нашем желудке Он хочет сдохнуть Он сам себя поедает Чем я могу заняться сейчас еще в данный момент? Я могу, в принципе, книжку почесть Пока, собственно, светло Что здесь есть? Стрельба из лука Это будет скорее всего не скоро Стрельба на фронте Перезидание книги 19 века Для новых перепроходцев В чью книгу вы улучшите свои навыки В плане стрельбы Нет, давайте тогда лучше готовку, блять Прям 5 часов, ебошь Слишком голодный, чтобы заниматься А-а-ха! На голодуху нельзя книгу читать Блин, у нас тогда нет шансов Надо просто сейчас выбираться И идти куда-то Я не знаю, ребят Куда я пойду? По такой жопе-то Скажите мне, куда мне сейчас идти-то Я даже не знаю, в какую сторону я пошел Пиздец Волки кругом Так, нельзя бегать, иначе я захочу спать Если захочу спать, я просто умру Так, вот она, такая лейная дорога Я не знаю, куда она нас ведет Поехали направо Я так потихонечку буду подбегать Мне кажется, мы сейчас просто умрем, типа Это будет второй залет Очень холодно, разведи огонь, надо бы сильнее Да, блять, шейте, с пальца его высосу Я бы рад развести огонь Блин, что-нибудь сделать Но на самом деле сейчас не так-то и холодно Если уж так подумать, на нас вещи, они целые Правда, они сейчас будут намокать и терять свои свойства Есть такая маза Маленькая хибарка сейчас просто Выдти бы к маленькой хибарке или к машине В которой просто была бы какая-то еда Умоляю, молю Поворот налево Не знаю, куда она нас ведет, ребята Просто пошли налево Не знаю, зачем Да, пошло сразу переохлаждение Я в курсе Блять, спать хочу Жрать хочу За что? Блин, мне кажется, это была ошибка Надо было вставаться в хате и просто надеяться, что мы сможем ночь пережить без еды Однако холодно Однако холодно Че у нас там по температуре? 24 Верю В этот раз холодно, да Днем было все минус 10, на самом деле, без бурана На самом деле, в этих вещах В которых у нас сейчас Мы бы в тот день смогли Гораздо дальше пройти Без проблем Сейчас же просто без шансов Я вроде иду по колье, хорошее Она обдувается Именно вот прям, да, видите, защита есть Вышел еще к какому-то тупику Резкое обморожение У нас какая-то часть тела замерзла Какая именно? Пиздец, правая рука Рабочая Налево куда-то Куда? Не ясно Ну ладно, побежали Правда, захочу спать и умру, но У нас нет вариантов Блин, куда я иду? Я просто не знаю Сейчас, если я выйду обратно к озеру, я охерею, типа Хотя есть такой шанс Мне кажется, я как раз туда и иду Типа, я мог пойти так, чтобы выйти именно к нему Блин, вышли на оперативный простор В том случае, когда он просто не нужен, знаете Ебошь, это вот Что это за погода такая? Откуда ты взялась, родная? Это же Канада This is Canada Так, еще колья Ну, маленький домик Но должны быть Какие-нибудь, я не знаю Что-то еще замерзло, что? Блядь, сисечки замерзли, ребята Грудь Ну, это все Это, 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 это потеря, потерь Я потерялся Я потерялся и потерял это место, где я потерялся Мне кажется, я, типа, петляю кругами, знаете Ёжик в тумане Это была ошибка Вселенских масштабов, ребята, ошибка Да, я вышел к озеру Здесь есть еда Классно Тимофеевка растет, блядь Но так от нее сейчас толку, как я не знаю от чего Что-то такое А, это просто какая-то херня Да, йосы-босы Не, это была крайне лютая ошибка по такой температуре Подымать свою задницу и куда-то идти Просто Катастрофическая ошибка Я предлагаю, пока я закончу эту серию Очень веселую в начале и невеселую в конце Но я думаю, ребята, мы просто все это дело красиво потом обыграем Просто я совершил ошибку Надо было остаться в хате и все на этом И не погибать А по хорошей погоде днем там уже как-то разобрались бы в этой ситуации Вроде как от недоедания мы не погибаем Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Всем удачки Пока-пока